всем привет меня зовут роман переборщиков я руководитель просветительского проекта курилка гутенберга и это наш подкаст о чем в котором мы приглашаем ученых популяризаторов представители науки поговорить о науки и сегодня наш гость елена сударькова старший научный сотрудник дарминского музея популяризатор науки и антрополог привет лена я забыли представить как и конечно же мои соведущие игорь тирский привет первый вопрос откуда произошел человек что ж такое вообще я хотел задать первый вопрос вместо карьер не моя была стезя игорь такой лена откуда произошел человек нет не совсем я вот ехал пока сюда в студию думал вообще об антропологии в целом об науке вот а если перевести антропологию ну как обозначение да то есть логос учения антропа это ну человек да учение человеке грубо говоря или антропоцентрично вот есть принцип например да или там антропные что то еще вот получается это что-то о человеке учение человеке возможно и получается у нас есть много наук таких как например история география биология археология еще много наук которые изучают человека в том числе там раскопки ведут еще что-то делают изучают эволюцию человека чем антропологии выделяется среди этих наук, почему её нужно выделить как отдельную область, отдельно изучать, возможно ли, нужно ли антропологию, например, преподавать в школе, например, как историю, географию, биологию и другие науки. И в целом, что нужно знать людям об антропологии, вот любому человеку, которому мы встретим на улице, поймаем его и говорим, что ты знаешь об антропологии. Он говорит, вот я знаю это, 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 потому что я имею общее представление о мире. Вот с этого бы хотелось начать. И вообще вопрос для меня болезненный, потому что антропологии тоже разных много, и мне часто задают вопросы как к социальным антропологам, к культурным антропологам, а я физический антрополог, и я, да, у меня есть какое-то общее образование, но я не специалист в других видах антропологии гуманитарных, и я не могу отвечать на эти вопросы компетентно достаточно. Но я обычно, собственно, пытаюсь с них уйти, именно говоря то, что я сейчас говорю. Антропология, ну у неё классное собственное место внутри биологии, она пользуется достижением всех технологий, которые ты перечислил, то есть, естественно, что мы зависим от географии в большей степени, от химии, физики в большей степени, от археологии очень сильно, потому что в России, в принципе, антропологи обычно ездят вместе с археологами. У нас редко бывают, после Советского Союза, редко бывают, собственно, антропологические экспедиции. Обычно экспедиции археологические, антропологи, ну, подхватим. И, ну, разве что вот история. Когда история вступает в дело, антропология резко отходит на второй-третий план. То есть, если есть исторические документы, и люди что-то писали о том, почему они кого-то как-то хоронят, почему они кому-то там режут репанации, кого-то как-то лечат, то биологические знания только проверяют, правда ли на документе написали. Но они уже не остаются единственным источником информации. То есть, у нас появляется текст, который люди сами как бы создавали, что, ну, тоже ценная как бы находка, хотя допускает больше искажение лжи, чем когда ты изучаешь кости, гены, и человек не может тебе сказать неправду, уже как бы не хотел. Нужно ли антропологию преподавать в школах? На мой взгляд, да. На мой взгляд, это очень печально, что её, ну, в разных школах сейчас очень разные программы по биологии, но из старших классов у многих биологию ужали, и, а там, где даже не ужали, часто антропологию просто вынесли, потому что, ну, есть теория эволюции, и там нетрудно сопоставить факты, вообще, примерно, откуда взялся человек, возвращаясь к самому первому вопросу, глядя на всё остальное, что мы знаем о животном мире. Вот. Но это довольно, на мой взгляд, обидно. Мне кажется, что это довольно полезная глава, да, и хотелось бы, чтобы люди понимали, чем антропология занимается. А самое интересное, третье, это, в принципе, не содержалось в твоём вопросе, но я всё-таки это добавлю, что физическая антропология, она не сводится к происхождению человека, на самом деле. Это то, что люди, которые вообще не знают, что есть такая наука, они часто и говорят, вот она занимается, как от обезьян до человека, сколько там было ступеней, кто чего делал, вот, и кто как жил. Но вообще-то принципиально она ещё занимается, например, расообразованием, хотя там в мире это такая тема спорная, но на пространстве бывшего Советского Союза нет проблем изучать происхождение этносов или расовых вариантов, каких-то небольших, к счастью, всё ещё. Занимается приматами. Моя область антропологии, где я действую как супер-микро-нано-пика учёный, но тем не менее, какая-то небольшая величина, вот, это приматы. Их происхождение, их развитие, их эволюция, и мне кажется, суперважно, ну, для меня это важно, что человек не является суперспецифическим животным, что многие законы, которые действуют на обычных обезьян, они действуют так же хорошо и на него. И также ещё есть такая область морфология человека. Они вообще, по-моему, мало кто знает, ну, кроме антропологов и кроме тех, кто попал к нам в руки по этой стезе. Как бы мы выявляем, я бы сказала, человеческую норму. Медицина занимается патологиями, антропология, изучая современных людей, современные разные обмеры, состояние разных органов, там, структура мозга и так далее. Они как бы говорят, что за последние 300 лет, да, мы имеем тренд акселерации, мы видим, что норма стала другой. Дети раньше созревают, люди вырастают более высокие по всему миру, в городах и деревнях. То есть есть какие-то тренды, которые антропологи пытаются улавливать для нашего вида сейчас. Что нормально, что мы можем считать нормой. Ну, и как бы я не знаю, сколько это... Из этого есть важное следствие, которое сейчас тоже у нас в стране не так разное, хотя в Советском Союзе это была супермощная школа, и антропологи туда валили, ну, кучами, хотя, как бы, сейчас тоже, наверное, не так... Ну, всё это не так раскручено. Это эргономика, что нам нужны сетки, одежда, нам нужны стулья, столы, правильно и так далее. Ну, мы сейчас всё это не очень-то интенсивно и производим, честно говоря, но когда всё это производилось, нужно было понимать, какие у тебя люди, ты для каких школьников стулья делаешь, а не каких у тебя габаритов, и как они двигаются во время занятия, то есть тебе что надо им предоставить. И это то, чем вообще-то раньше занималась антропология. То есть это была такая прикладная наука для народного хозяйства, можно сказать. Да, в том числе. А сейчас она выродилась и в какую-то фундаментальную, можно сказать, науку. Ну, она не совсем выродилась. Во-первых, в мире всё-таки есть эргономисты, разные функциональные дизайнеры, и некоторые из них имеют антропологическое образование. Например, один из моих инокурсников, Антон, работает, он разрабатывает вертолётные кабины. То есть он сейчас делает в России, он производит ни стулья, ни одежду, да, это как бы ближе к военной области, но тем менее. Он производит вертолётные, рассчитывает вертолётную кабину, чтобы у пилота была максимально комфортная жизнь, и всё было максимально логично и понятно, юзерфренды. Поэтому я к тому, что это не то, что совсем уж пропало, просто это сильно уменьшилось. Раньше это была важная часть антропологии, сейчас это маленькая часть. Очень забавно звучит, антропология выродилась и стала фундаментальной наукой. Это мне очень понравилось. Ну, я имею в виду, что она стала такой неприкладной, то есть когда мы вот взяли и сразу инновацию, сразу вот в производство пустили, сразу что-то сделали, вот сидит антрополог, тут сразу завод рядом стоит, или что-то в этом духе стулья производит. А именно, что человек сидит в кабинете где-то там у себя, что-то какие-то проводит исследования, и она никак на нас не влияет пока, через 20-30 лет может повлияет, типа как физика, например. Мне кажется, что это очень, кстати, важно, что у людей должно быть понимание, что в науке есть прикладная и фундаментальная часть, потому что, собственно, когда разговариваешь с людьми, которые науки симпатизируют так или иначе, от них слышишь, собственно, две вещи. Либо наука такая полезная, она дала нам пенициллин, анестезию, ракеты, ну, в общем, куча разных классных вещей, смартфоны. А с какими-то людьми, которые не любят науку, разговариваешь, они говорят, да что она даёт, там учёные сидят, изучают количество там, блин, видов сорока ножек в этом лесу. Кому это надо, какая разница, их 100 или 112? Ну, в смысле, что изменилось в мире, когда она укрыл эти лишние виды? И дело в том, что представление науки, ну, не то, что верное, ну, в смысле, она правда есть прикладная, которая сразу превращается в инновации, сразу там люди, ну, не сразу, но хотя иногда быстро, как наши вакцины текущие. Вот, в общем, люди быстро видят результаты какой-то работы учёных. А есть наука, которая очень долго не превращается или никогда, хотя тоже не предскажешь, в истории физики мы знаем, что иногда вещи открытыми на атом, казался, там, Резерфорд говорил, что, ну, никогда мы не сможем это применить, это просто теоретические всё размышления и рассуждения. Здорово, что мы знаем теперь, как атом устроен, ну, кому это нафиг надо. Ну, через 58 лет смогли применить, да? Вот, да, в том-то и дело, что сейчас там людей, ну, как бы, у прогрессивного человечества вся ставка на то, что мы когда-нибудь перейдём сильно на атомную энергетику, что она возьмёт на себя огромный буст вообще производства энергии в мире. Вот. Резерфорд был бы в шоке, если бы мог об этом узнать, что когда-нибудь будет именно так, я думаю. Ну, сейчас, я думаю, большинство уже про зелёную энергетику так думается. Да, Игорь? Очень спорная ситуация про энергетику вообще. Ну, я думаю, это не в контексте нашей беседы, но в любом случае, если… Какие знания, вот, ты говоришь, что было бы здорово, если бы народ знал антропологию, а что именно надо знать? Топ-10, так сказать. Ну, 10, это, наверное, да, там топ-3 направления антропологии, в которых человеку надо, ну, то есть какие-то основы, так скажем, базовое миропонимание, которое надо человеку знать. Например, физика, да, что мир состоит из атомов, да, что у нас там законы существуют там. Ну, то, что мы живём не в мире магии, это объясняет физика. Она говорит, что всё причиняется закону фундаментальным. И вот антропологии тоже, наверное, такие есть законы, или выводы? В принципе, есть, но мне кажется, что антропология включает в себя анатомию. Когда антропологов учат, анатомии очень много, очень разные. Ну, понятно, что если человек знает анатомию, а ещё лучше, цитологию и хотя бы немножко биохимию своих клеток, это, конечно, сейчас утопическая история, но он лучше будет обращаться с тренировками, едой, образом жизни и лекарствами. Ему будет понятно, что он с собой делает, когда что-то делает. Ну, это не чисто антропология, окей. Ну, анатомию точно хотелось бы, чтобы люди неплохо знали. Это, правда, из школьной программы пока никуда не делось. В общем, у всех есть хорошая возможность. Хорошо бы, чтобы люди представляли себе, в каком порядке у нас появлялись, какие особенности, по сравнению с другими обезьянами. Ну, то есть такое вот общее появление гоминидной триады, да, ноги, руки, голова принципиально. Я думаю, что хорошо бы, чтобы люди представляли себе, какой долгой была наша обезьянья история, какой долгой была история охотников-собирателей, какая маленькая, коротенькая историческая история. Ну, это исторический период последний, когда мы что-то пишем в своей жизни, что-то рассказываем, потому что люди о себе из-за нашей, ну, как бы, высокоразвитой культуры, люди думают, что они какие-то супервысокоразвитые существа, суперинтеллектуальные, суперрациональные, очень крутые, в общем, ну, вот, управляют миром, как хотят, ну, и так далее. Хотя, на самом деле, это всё недавно, во-первых, появившаяся власть, во-вторых, она, скорее всего, в истории-то будет, ну, относительно короткой. Ну, в общем, и к тому, что мы не можем отталкиваться с того, что мы имеем, экстраполировать последние вот эти, там, сто лет, когда мы такие прекрасные властелины, там, всей природы, делаем, что хотим, на всю, как бы, историю. Нужно понимать, какие, там, поведенческие паттерны, тоже паттерны обращения с пищей и так далее, что они проистекают из этого прошлого, из того, что вы, сперва, 7 миллионов лет ходили по саванне, ну, 5,5 точно. Вот. Отсюда, как бы, это более важный фактор, он сильнее влияет на мозг, на то, как ты принимаешь решения, как ты воспринимаешь оценки других людей, тебя и так далее. Это более важно, чем то, что, как бы, ты, там, не знаю, за последнее время, там, ты, там, читал книги, там, не знаю, весь такой интеллектуальный, в общем, молодец. Это хорошо и здорово, но это меньше влияет на твою жизнь, чем длинная предыдущая история. В общем, наверное, плохо я сформулировал, пытаюсь сказать, что важно понимать, когда какие свойства у человека появились, и какие из них влияют сильно на твою жизнь, какие слабы, и как управлять теми, которые сильно влияют, и которые не являются вот этим налетом интеллигентности последних 150 лет. А какие черты можно перечислить из тех, которые на нас, так скажем, природой оказывают значительное влияние? Ну, я когда это говорила, я в первую очередь думала как раз о социальности и о том, что нет сейчас нормальной науки о личности человека. Психологии как науки пока что не существует, она всё пытается встать на ножки и делать хорошее исследование, я надеюсь, рано или поздно она научится это делать, и у нас будет такая психология, как естественная, больше дисциплина и меньше гуманитарная. Но пока что есть много разных гипотез, как устроена личность, какие там есть черты, что считается здоровым, что считается нездоровым. Но это всё вещи такие довольно условные, то есть они мало вообще опираются на биологию, просто такие концепции о том, что вот как люди себя представляют, как мы эти фантазии можем градуировать, и как бы именно на что почти не опираются. Мне кажется, что довольно важно понимать, что есть закономерности вынесены из природы, что мы, ну да, социальные животные, что мы улиционировали в племени, в группе долго очень, вот, и что, например, ну вот в локдауне многие-то на себе почувствовали, что как бы изоляция социальная, она довольно плохо сказывается. Но это ещё было не суперсильная изоляция, потому что мы всё-таки там в онлайне общались, да, каким-то образом, не то, что всё совсем вымерло и умерло, вот. Но что как бы не может быть никакого сверхчеловека без сверхплемени, без сверхгруппы принципиально. Вот, и какие-то разные, ну, собственно… Ну, ты имеешь в виду, например, какие-то базовые природные навыки человека, ну, то есть, если, окей, социальность – это одна сторона вопроса, а вторая, например, сторона вопроса, так скажем, человеческой природы – это наша, ну, в какой-то степени, наверное, естественная агрессия к представителям своего же вида. Вот, можно назвать это также наследием вот этой долгой эволюции? Можно. Ну, и тоже тут нужно понимать, что… Ну, на какой-то степени это от нас зависит, насколько высока скученность людей вокруг тебя в твоей жизни. Это тоже будет не тебя давить, как ты правильно говоришь. Не только какая-то изоляция и минимизация общения, скорее, еще негативно тебе скажут, потому что изначально ты примат, и у тебя должно быть какое-то количество коммуникаций, какое-то количество груминга, если не тактильного, хотя лучше тактильного тоже, то хотя бы социальных поглаживаний каких-то вербальных, похвал и так далее. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, что если, наоборот, людей очень много, большая скучность и так далее, да, агрессия будет расти. Ну, то есть я пытаюсь сказать, что все, ну, как бы многие наши поведенческие паттерны, они проистекают из того, как устроена группа, та группа, в которой мы существуем, то количество людей, с которыми мы взаимодействуем. Понятно, что мы с ними больше не живем, там, на небольшом острове, не знаю, или… Нет, какая разница, город — это такой же остров. Ну, то есть… Ну, в каком-то смысле. Понятное дело то, что эволюции вряд ли было задумано, что наш вид будет жить плотными такими… В панельных домах. Ну, я имел в виду даже не панельки, а в целом города с плотностью населения, не знаю… Пять тысяч человек на квадратный километр. Да, там, пять тысяч человек на квадратный километр. И то, что, в принципе, это такой социум, в котором может жить там 10 миллионов особей. Ну, то есть это, ну, как у муравьев, наверное, больше… Ну, поэтому называют муравейник. Это вряд ли, наверное, как раз-таки к нашей природе… Именно отношения, да. Да, мы скорее подстраиваем наш, так сказать, вид под какие-то новые условия от привычного проживания. То есть создаём заново, как-то нет. Если бы эволюция была как-то персонифицирована, и вообще, если бы мы были, не знаю, учёными, которые изучали бы Землю из космоса, вообще прилетели, изучали эту планету, как на ней жизнь появилась, как она развивается, какие там законы и всё такое, то нас бы, в принципе, ну, скажем, 10 тысяч лет назад для нас было бы шокирующе предположить, что через 10 тысяч лет на планете будет 8 миллиардов животных весом от 60 до 100 килограммов млекопитающих одного вида. Что будет такой вид млекопитающих, который, в принципе, будет таким многочисленным, потому что обычно у тебя есть давление среды, оно регулирует, сколько у тебя слонов может жить с саваней, сколько павианов у тебя может уместиться рядом со слонами, и сколько антиллопразногрупп может жить среди всех этих остальных животных. Есть ёмкость среды, которую человек, ну, как бы, да, ни во что не ставит, потому что у него есть производящее хозяйство, и технически можно, как бы, если не жалеть остальную природу вокруг себя, то как устроена здесь экосистема, в принципе, более-менее всё равно. Вот именно, можно содержать 10 миллионов человек на территории города Москвы, там даже больше, да, наверное. Я не про техническую возможность, а про психологическую, социальную. Так, и это, как бы, в том-то и дело, что, да, конечно, это как-то сказывается, но дело в том, что тоже, мне кажется, если не забывать про, ну, как бы, есть какие-то такие обезьянные ценности, и даже если ты оказался там, где мы сейчас все оказались, в больших городах, мне кажется, если про них не забывать, часто можно вести себя, ну, как бы, одно дело, когда у тебя просто вспыхивает агрессия, и ты послушно ведёшься агрессивно, другое дело, когда ты понимаешь, что у меня агрессия, потому что я нахожусь в вагоне, где столько обезьян, сколько нормальный обезьян за свою жизнь не видит, не только единомоментно, а вообще за все 20 лет своей жизни, вот. И, как бы, да, у меня вызывает это гнев, но на самом деле надо вот немножко потерпеть, доехать до конца, там, до точки маршрута, дальше будет полегче. Ну, то есть я к тому, что с этим тоже можно как-то обращаться, понимая, что, да, это стрессовый фактор, это не очень, не очень естественно, ну, что делать. И я не думаю, ты так оптимистично говоришь, что мы вот создали, мы создаём какую-то среду, и мы там к ней адаптируемся, мы наш вид к ней адаптируемся. Я не говорю так. Я говорю про то, что это был вопрос. А, окей, всё, извини, пожалуйста. Адаптируемся ли мы как вид, мы к новой среде, ну, то есть не наступит ли какой-то, ну, это, наверное, скорее из разряда уже такого предположения и фантастики, но через какое-то время, предположим, что человек настолько отвыкнется от вот этой социальной среды, в которой он провёл десятки тысяч лет своей эволюции, и так привыкнет к жизни в крупных полюсах, где есть миллионы других особей, что, ну, то есть это как-то на нас повлияет. Ну, наверное. То есть я скорее предположение. Если мы предполагаем, что среда будет стабильной, что наши города-миллионники просуществуют ещё... Тысячи лет? Мне смешно, когда это говорили, ну, допустим, что мы это предполагаем. Ну, тогда, да, конечно, какие-то подвышки будут. В принципе, у приматов вообще психика довольно обильная, они и ко многому могут адаптироваться. Лабораторные приматы тоже нам разные чудеса адаптации показывают, вот, а мы как бы сами себе лаборатория нашеит. Вот. То есть я не говорю, что люди суперсильно от этого страдают. Я говорю о том, что если бы они понимали природу своих переживаний, понимали, откуда, как бы, откуда разные чувства берутся, на простом биологическом уровне, я сейчас ещё раз, не в высокой психологии, а наоборот, в такой базовой рабочей-крестьянской биологии. Вот. Мне кажется, что было бы гораздо комфортнее решать многие ситуации сейчас, ещё не адаптируюсь, когда психика ещё не привыкла к тому, что вот миллионники, и так всегда и будет. Но вот я как раз про природу. Вот, если вернуться как раз-таки к базовым вот этим социальным чувствам, ну, то есть, в принципе, к происхождению человека, откуда мы взялись, какими мы были там тысячи лет назад, ну, десятки, сотни, у тех же самых приматов есть между собой даже войны, есть, ну, достаточно сложная иерархия и так далее. Ну, то есть, какие, что мы можем сказать о происхождении человека, какими мы были вот сотни тысяч лет назад, ну, то есть, до момента, когда построили вот эти цивилизации, там, на этапе, вот, как каменный человек, вот, или как там, каменный век, или как называется. Каменный век, да. Человек на этапе каменного века. Да, человек на этапе каменного века. Что мы знаем о тех людях, вот, какими они были? Мы знаем, что всё сильно изменила речь Что пока люди коммуницировали так же, как другие приматы Их жизнь была не сложнее То есть это всё равно были не очень большие группы приматов Которые, да, рассеялись по разному климату Да, охотились сложными способами, ходили на двух ногах Всё это понятно Но пока речь — это суперважное изменение в истории человека И до появления речи, до последних есть разные оценки Может быть, 300, но, скорее всего, 100 тысяч лет 100 тысяч лет назад, скорее всего, речь уже была и довольно сложная То есть, по крайней мере, весь голосовой аппарат человека В этот момент уже адаптирован к тому, чтобы произносить сложные разнообразные звуки То есть и мозг хорошо разный, и лобные доли большие И ртовой аппарат полностью позволяет Поэтому мы считаем, что 100 тысяч лет назад люди уже как-то общались То есть у них были слова и, возможно, предложения До этого трудно сказать Как-то тоже общались, но нет гарантии, что это были Именно символические обозначения, из которых можно строить конструкции Которых нет Мы сейчас сидим и обсуждаем вещи, которых в комнате нет Ни одной из них И, в общем, комфортно себя с этим чувствуем Скорее всего, у нас около 100 тысяч лет такая возможность Есть, в принципе, обсуждать что-то Как бы, есть ли сейчас этот страшный монстр в этой комнате Вот такие вещи обсуждать можно примерно на таком интервале И с момента появления речи В жизни у людей многие вещи изменились То есть, ну, как бы С одной стороны С другой стороны, я не думаю, что люди очень сильно изменялись Ну, по крайней мере, когда мы оцениваем исторические источники То нет ощущения, что люди стали более умными Или более добрыми Или более злыми Ну, в общем, что есть какой-то средний характер Который как-то изменился То есть какое-то среднее распределение действительно есть Сколько людей там живут по правилам принятых в этом обществе Сколько нарушают Да, будет наверняка какая-то гаусяна Что у нас в среднем все нормальные нарушают Редко, если ситуация вынуждает Есть те, кто откровенно живет только мошенничеством Вот, и там, насилием другими людьми И есть те, кто, ну, никогда-никогда Святые люди никогда ни на кого там ничего не постигнут Я думаю, что эта гаусяна, она сильно не изменилась И поэтому в том-то и дело Что культура изменилась очень сильно И образ нашей жизни изменился сильно А, как бы, мораль и нравственность В среднем никуда особо не продвинулись И непонятно, могут ли Ну, можем ли мы людей, как бы От обезьянников этой природы оторвать О том, что вот у тебя здесь сумма факторов Тебя двигает в сторону альтруизма Ну, ты делаешь альтруистический поступок Чтобы там получить какую-то хорошую репутацию Чтобы потом с тобой тоже хорошо поступили Люди, которые знают, что ты хорошо поступил И так далее А здесь вот, ну, никто все равно не видит А выгоды очень большие Если поступить как-то, типа, против людей Кому-то помешать своими действиями Я не вижу какой-то особенной разницы И мне не кажется, что люди сильно изменятся Ты хочешь сказать, что человек был точно таким же, как и сейчас? Мне на экскурсии задали классный вопрос один раз Он меня не отпускает уже два месяца Вот с конца августа О том, что вот сколько тысяч лет назад Можно было бы на машине времени Гипотехически Украсть младенца маленького, там, трёхдневного Перенести его в наше время Отдать в семью И чтобы он там вырос И стал таким же, как мы Вот он вырос И для него вся эта культура Она, ну, типа, понятная, нормальная Он умеет пользоваться культурными кодами Там, местными воззрениями и так далее Техникой Ну, вот у меня нет сомнений, что 100 тысяч летний Абсолютно точно легко бы адаптировался 300 тысяч летний, об этом можно поспорить Хотя я, например, думаю, что Ну, он бы выглядел слегка грубовато Но, скорее всего, в основном Освоился бы всё равно Но, может быть, был бы не очень разговорчивый Но не все люди разговорчивые Если взять физическую антропологию Как я понял Это касается приматов в основном Человека тоже, да, в частности Человек Как вид примата Видимо, различные братья То есть, вымершие Есть приматы на земле, да Всех видов Ну, взять вот тех же там Шимпанзе, бонобо и всех остальных Они тоже как-то эволюционируют же, да, сейчас Это как-то отслеживают Я так понимаю, в течение Вот какого времени физическая антропология вообще развивается То есть, 300 лет, 200 лет, 100 лет, например Когда наука появилась И как она следит за вот развитием, например, вот этих сообществ Обезьян Я так понимаю, этими тоже занимаются люди Тоже Ну, вот кафедре антропологии 100 лет Но к моменту, как она в МГУ была запущена Антропология уже лет 50 существовала Более-менее оформившаяся Как раз отпочковавшаяся от археологии Потому что тоже, ну, изначально Востребована она была Как бы именно в этом качестве То есть, самостоятельно стало Ну, примерно 150 лет назад Ну, как К моменту выхода последних книг Дарвина В конце 19 века Антропология существовала Никто себя не называл антропологом То есть, люди о себе говорили, что я там натуралист И я интересуюсь природой В том числе происхождение человека То есть, в том числе антропологии Вот так это звучало Вот, так что люди себя стали называть антропологами Это после того, как у нас появляются высшие учебные заведения В которых есть такая прям специализация И ты, выходя, можешь себе говорить Я он, антрополог Приматами тоже мы занимаемся Но об их эволюции говорить довольно сложно Потому что, во-первых Ну, животным не обязательно эволюционировать Если ты живёшь всё в тех же условиях среды Как твои предки много миллионов лет жили То ты можешь сохранять то, что называется Примитивным набором признаков То есть, ты можешь не очень сильно изменяться И если, как бы, смотреть Про консул до наших дней Смотреть на его потомков На шимпанзе и на нас То шимпанзе, они отличаются Они стали более крупными У них более разнообразные, скорее, стратегии поведения Вот, у них там другой рацион Но, ну, у них два разных устройства Общество, да, как мы знаем А вот, наверное, шимпанзе и бонобо Они, как бы, за миллион лет построили Немножко разные социумы Свои обезьяне Как бы, да, это всё так Но при этом темпы эволюции очень низкие Наши предки очень радикально Изменили среду Поэтому у нас темпы эволюции высокие И, собственно, изучать эволюцию приматов Сложно, потому что это животные Которые медленно размножаются То есть, там, один потомок раз Там 6-7 лет, если мы говорим о шимпанзе И это медленная смена поколений То есть, у нас поколение может считаться Ну, в разных сообществах Там от 18 до 25 лет Поколение – это от одного, как бы, младенца До следующего, да, когда обычно Оставляют следующего ребёнка И эта цифра растёт Но изучать животных Легко изучать темпы эволюции На тех, кто быстро размножается Трудно на тех, кто это делает медленно И, кроме того, все эти виды Являются другие человекообразные обезьяны Так или иначе вымирающими Или под угрозой и так далее То есть, они плохо воспроизводят Свою численность Плюс им довольно трудно Рядом с нами выживать Рядом с нами всем трудно Но крупным животным сложнее, чем мелким Вот, поэтому Как бы Группы обезьян изучаются Для того, чтобы мы лучше понимали Какие бывают варианты Социальности обезьян Нормальные Особенно у крупных обезьян Тим, на которые там нам Более-менее соразмерны С которыми у нас много общего Но Это такая история Мы Гибель империи А почему человек вдруг взял И проэволюционировал? То есть, вот есть какие-то Четкие критерии Почему человек смог А вот, допустим, бонобо Или там другой вид обезьян Не смог Ну, потому что Когда было миоценное похолодание Около 5-6 миллионов лет назад Африка очень полосела И тропический лес В котором привыкли жить обезьяны Это вообще Приматы эволюционировали Для того, чтобы жить в тропическом лесу Это главная их эволюционная ставка Это то, к чему они супер классно адаптированы То, на что они потратили Ну, вот Когда динозавры вымирали Крысоподобные, тупые подобные животные Решили залезть на деревья И это была Как бы это взлет История приматов Такой вот Дальше огромное количество отрядов Эволюционировали, чтобы жить на деревьях И у них куча к этому разных адаптаций Кстати, многие из них достались нам Как бы Если у тебя есть какая-то среда Которая ты очень хорошо приспособлен Когда она становится меньше Меньше всего хочется ее покидать То есть хочется сохраниться Там, где ты уже умеешь жить Там, где ты не вымрешь Потому что покидая эту среду Ты с большой вероятностью просто вымираешь Ты не эволюционируешь Вот Наши предки – это те неудачники Которые из тропического леса Все-таки вышли Спровожили на границе Потом оказалось, что в саванне нормально Потом, видимо, смотрели, как живут павианы Подумали, что вообще это посильная задача Ну, вряд ли не прямо так подумали В общем, было видно Признакам внешней следы Что в саванне тоже можно выживать Это сложнее Это не так может быть Приятно И ты гораздо чаще подругаешься опасностям Но тем не менее выживать можно И этот выход с саванны был ключевой Вот почему, когда на тропический курорт приезжаешь Так хорошо Потому что возвращаешься в свою вот К корням К ту среду, да, к корням Наверное, в этом плане То есть там определенная температура Определенная еда Я думаю, ты Немного Да и это шутка, конечно Но в целом То есть возвращаешься к своим исходным этим В тропике даже нормальных обезьян Все плохо вмещают А уж людей всех вместить Точно сейчас без шансов Только вот на две недельки Каждого максимум Вот полно Если по Ну вот эту линию эволюционно продолжить То что? Первый эволюционный скачок Произошел с выходом в саванну И там, как предполагают ученые Насколько я знаю Зародилось прямохождение Да Потому что надо было смотреть над травой Не идет ли лев Так ли это вообще? Не, ну я так полагаю Может перебегать с дерева на дерево Они же разно Далеко друг от друга стоят в саванне Далеко Не, может быть на ранних этапах Скорее всего деревья как-то еще использовали Филят ли приматы быстро бросили пыльчки Там строят гнезда Скорее всего Никто не предполагает Потому что тут же отвыкли Даже сейчас Два-три миллиона лет Даже сейчас, по-моему Где-то в тропиках Можно найти племена Которые строят дома на деревьях На 20 метрах высотой То есть Даже такое встречается А какие следующие были этапом То есть Окей Это тот Скажем Вид, который попал в саванну Я не знаю, как правильно назвать От этого представителя наших предков Австралопитеки можно говорить Потому что они первые такие двуногие Откровенно Он очень сильно наверняка От нас отличался Какие следующие этапы произошли? Следующий этап Это активное использование руки Комплекс трудовой кости Тройкисти, прошу прощения То есть использование орудия труда И отбор в пользу тех Кто лучше делает орудие труда Лучше им пользоваться и так далее Длинный большой палец подвижный Который в седлоидном суставе То есть начался и уже интеллектуальный отбор Если я правильно понимаю То есть если это использование Каких-то инструментов Следовательно, тот, кто их не использовал Меньше добывало пищи Там вот просто этими орудиями гасили Вот, кстати, опять же Действительно Она, как известно Война, это Двигатель прогресса Да, двигатель прогресса И наверняка она зародилась так Еще очень давно Но если посмотреть Ты что, не смотрел фильм Космическая Одиссея? Помнишь там? Монолит Это мой любимый документал То есть Окей Орудия труда Какой вид наших предков Начал их использовать? Тоже на пространстве? Люди умелые Человек умелые Да, мы границы-то проводим Потому что Орудия труда стали поставить Изобретения Да никакие Орудия называются Чоппер Это когда ты берешь Два круглых камня Ты круглым камнем Не можешь с мертвой антилопы Срезать мясо И поэтому ты одним камнем Ударяешь по другому Четыре раза У тебя получается Круглая сторона И острые грани И этим острыми грани Ты уже можешь Расковать термитник Чистить мясо Разметь растения То есть Ты просто Чем подбирать Острые камни Круглых много Острых мало Ну и ладно Возьму два круглых Сделаю один острый Ничего страшного Это супер кронитивный И там Меня смущает Насая идея В интеллектуальном отборе На низеньком уровне Он конечно все таки Уже начинается Это время Я же не говорю Что тогда все началось Нет Я просто имею в виду Острый камень Или тупой Одинаково эффективно Наверное Следующий этап Был когда Ты наверное Давно антилопы Не разделал Если тебе кажется Что они Одинаково эффективны Вернуться к своим предкам Наверное Следующий этап Это был когда К этому камню Каким-то способом Копьё там Да Кучка Приделали рукоять Сделав либо копьё Либо топорик Наверное Следующий этап Это когда ты просто Начинаешь делать камни Симметричными То есть орудия становятся сложнее Потому что они больше Они гораздо острее Ты наносишь не три удара А три тысячи И как бы называют тебя Современный учёный Человек прямоходящий В этот момент Хотя это не суперудачное название Но не исторический приоритет И у тебя шельская культура Ты делаешь рубило Принципиально Вот И это ещё До топоров и копий До составных орудий На самом деле Ещё всё равно много времени Больше миллиона лет И это просто то время Когда орудия становятся Более сложными Более разнообразными Появляются маленькие Отщепли Какая-то маленькая работа Относительно Большие рубило Для убийства Вот в таком духе И только последние там Ну 500 тысяч лет С гейтельбергского человека А лучше всё-таки 300 тысяч лет Если говорить о разумном человеке А не о детальцах А кроманьонцах Можно говорить о сложных Орудиях труда Когда у тебя люди В холодном климате Там носили Как-то заматывали шкуры Хотя мы не знаем Как точно Использовали орудия труда И так далее Потому что на самом деле Культура тоже Не развивалась так стремительно Как мы сейчас привыкли На это смотреть Конечно И довольно долго люди У тебя есть стиль орудий Который работает То есть кто-то их Когда-то придумал Вы всё умеете их делать Когда тебе нужно новое Оно не занимает много времени И ты знаешь Как им пользоваться В принципе Какая-то идея Ну Идея прогресса Она вообще довольно свежая В принципе В истории человека И в вашем Я её, кстати, не продвигаю Я просто пытаюсь С более понятных Для нас вещей Выстроить вот эту Какую-то логическую линию В общем Очень сильно Сильно стороной Прямоходящего человека Было то, что он пытался Освоить огонь Примерно 700 тысяч лет Точно огонь Да, это вот было здорово Вот Ну Плохо получалось Явно долго Но это Использование было Из-за разряда Подожгу Саванну Чтобы подобрать Что осталось Или что Мы не находим таких Может быть так кто-то и делал Вообще-то мы не можем То есть как это Вот Учёные фиксируют Использование Огня Мы стараемся Искать очаги на стоянках И как бы Доказать, что очаг Не всегда просто Иногда ведутся Большие баталии Ну как например В Джо Коу Дянь В китайской пещере То, что там сперва нашли Были уверены, что очаг Потому что он большой Достаточно высоты Больше метра И там есть прослойки То пепла То земли То есть видно, что люди Пожили какое-то время В этой пещере Ушли Всё съели вокруг Съели все плоды Убили всех животных Когда стало некомфортно Когда стало на охоту Надо ходить далеко Больше 10 километров Ушли отсюда Через несколько лет Природа немножко установилась Они вернулись Как бы у тебя Слои в пещере наросли Неокультурные То есть это просто Почва просто занесён На садочные породы То есть ничего такого Снова очаг Где-то неподалёку Потому что есть такая Хорошая точка в пещере Когда у тебя Дым выходит из пещеры То есть он её не заполняет Ты не можешь там угореть внутри Но всё-таки Это уже как бы очаг внутри Который защищает вход Опять же от диких животных Потому что все нормальные Животные огня боятся И наши предки Скорее всего Очень долго его боялись тоже И как раз горящая саванна Или там горячий Ну лес в большей степени Чем саванна Это очень страшное Для всех животных зрелище Потому что Ты остановить это никак не можешь Ты бежишь И штука в том Что это всё равно Ведёт к смерти Потому что даже Если ты переживёшь сам пожар Потом тебе нечего Будет долго есть То есть это всё равно Будет резкое падение Всех численностей Какие только могут быть И люди тоже долго его боялись Ну вот И когда эти слои были найдены Это зебра Ну как бы есть хорошее место Для чага в пещере Остается у тебя Ну не прямо столб Но он такой вот Немножко весь съехавший В разные стороны Но всё-таки там у тебя Пепел чередуется Время, когда люди жили С временем, когда люди там не жили Всё выглядело очень достоверно Но потом оказалось Что, судя по всему Пепел откуда-то смывало туда То есть что в эту пещеру Он туда просто То-то он текал, то нет То есть какие-то пожары Видимо происходили самостоятельно И сейчас считается Что очага в Джоокудяне не было Там жили люди Там есть человеческие Там есть находки орудий Многочисленные Там есть находки убитых животных И там когда-то были Находки людей Синантропов Но они все были утеряны Время Второй мировой Когда немцы их на кораблях Пытались вывезти в сторону Европы В общем там Корабли потонули И находки тоже И во всём мире Теперь гипсовые копии У нас в музее тоже лежат Это довольно странно Се чувствуешь Когда ты не можешь Показать человеку оригинал Ну то есть ты говоришь Вот есть гипсовые копии Черепа синантропа Они говорят Ну с гипсом что угодно можно сделать Почему я должен верить Что они настоящие Я не могу этого доказать То есть типа у нас есть Исторические данные Мы знаем что они настоящие Но на самом деле Это так же плохо доказывается Как любая А вот ты сама где-то была В каких-то таких местах Интересных Там в пещерах Где-то на стоянках Или что-то изучала И что на тебя Произвело наибольшее впечатление Вот я сам нигде В таких местах не был Антропологически Там вот где интересные моменты Происходили История человека Но смотрел фильм Про наскальные рисунки В пещере французских По-моему фильм Да-да Шава Там мне больше всего поразило То что вот когда вот эти Наскальные рисунки люди делали Они делали там Может несколько тысяч лет Эти рисунки эти делали То есть это рисунок Вне времени То есть человек не ощущал время Не то как мы сейчас Вот утром встали Там что-то поделали Вечером легли У нас день прошел Там мы фиксируем это Они не фиксировали Промежутки времени И для них было без времени Такое А потом уже Они поняли Ощутили это время Поняли что оно существует И начали жить во времени Можно сказать И поняли ценность его Вот И вот эти Может быть Ты может то что-то Какое-то видела И что на тебя Произвало больше впечатления Ну смотри Я сама Кабинетный ученый То с чего мы начинали Да фундаментальная Прикладная наука Вот мои исследования Прикладными не станут Я как резервфод скажу Никогда Вот Ну то есть Ладно Нет не так Если Если их по уму Сделать То на селе Они прикладными Для музейщиков Могут стать Довольно скоро В конце моей жизни Уже могут стать Но вообще-то Но не факт что-то случится А как бы Я была В паре археологических экспедиций И еще собираюсь поехать У меня просто был Очень плохой опыт С археологией Так вышло Мой личный Не проблема в археологии Вот Но я была Да в ряде мест В командировках В разных поездках Меня Очень потрясла Крапина Это хорватский Хорватское местечко Где жили неандертальцы долго Сейчас там большой Прекрасный музей Он прекрасный Но там есть Ну есть много разных Интересных нюансов Например В экспозиции тоже Не лежат настоящие кости Настоящие кости Хранятся в научном институте Но я и туда попала И я видела настоящие кости И держала их Трогала в руках Но опять же тоже Нет причин верить мне на слово Но тем не менее Они существуют Их можно показать По-настоящей На них очень много Следов каннибализма Но в музее Ни слова каннибализма Неандертальцев нет Считается что это Жестокая тема А много детей ходят Естественно в научном музее И мне кажется таким странным Что то чем стоянка Больше всего нашумела Что нашли Как захоронение людей Которых любили Берегли Они заботились Когда они болели И так далее То есть мы видим Что это люди Жили долго И страдали от каких-то болезней И были похоронены С почестями А есть люди Которые выкинуты В мусорную яму То есть люди Которые съели их кости Раскололись Их чистили мясо Их дегуманизировали Их лишили статуса человека По тем или на причинам Может быть это как То о чем вы говорили Там скользь Ну как бы Если кто-то не умеет Делать роль труда Не принес с охоты мамонта Ну в общем Зачем он нам такой нужен Давайте все-таки поедим Даже если мамонта нет В таком духе Может быть там были Какие-то преступления Может быть ритуальное убийство В общем мы не знаем Какими причинами Иногда они своих ели Но это суперинтересный факт Как бы Сам факт жизни Неандертальцев Который полностью Избегается в музее Я вот себе это плохо представляю Мне кажется невозможно Это избегается Из-за какой-то Так скажем Европейской культуры Или Это очень странно Это чисто история Ну это наука В первую очередь То есть это факт Который можно изучать Изучать Допустим Преступления нацистские Там что-то еще В музеях все есть И можно приехать В концлагерь Посмотреть Как это все происходило А тут почему-то нет Я не знаю почему Может быть то что Неандертальцев Нет потомков Которые могут Оставить права Неандертальцев У кого-то есть Неандертальские гены Гены-то вроде как остались Гены остались Ну в общем Да я думаю что это связано Как с европейской культурой И это чем-то связано С вот этой заботой У естественно научных музеев Действительно есть перекос В музеи художественно-исторические Часто ходят взрослые люди Обычно И детей там меньшинство Там бывают школьные группы Там бывают посетители Отдельные с детьми Но в целом Люди наоборот Стараются прийти В исторические В художественный музей Какой-то Чтобы быть такие взрослые Такие умные люди Ходят с таким Очень серьезным видом И поглощают Супер сложные Слои информации И там считывают Визуальные коды И все такое То есть это такая Интеллектуальная работа Мозги скрипят Все такое Искусствоведение Вот И как бы Это музеи Не очень ориентирован На детей Но они как бы готовы Принимать Но это не основная аудитория Естественно Научный музей Очень часто используется Для детей Детских групп Семей и так далее Очень часто Потому что Ты не можешь показать Ребенку Может быть там Носорога Бегемота Дронта И кучу кучу вещей Это же Океан Дело музея А другое дело Институт Погоди В научном институте Куча статьи Об этом пишется Они не укрывают Это не совсем Нет Это только в музее Очень большой Красивый музей Там эта тема Вообще Просто нигде Никак нет И то я думаю Что если ты ребенок На экскурсии спросишь Скорее всего Экскурсовод По своему опыту Ответит на твой вопрос Все равно Но сам он не должен Затрагивать А есть ли темы В антропологии Которые вы стараетесь Не затрагивать Например В разных же науках Разные темы есть Которые ученые Обходят страной Есть ли такие темы В антропологии В мировой есть А в российской нет В российской Все А в мировой Что в мировой Это расы Рассоведения Рассоведения Да конечно По понятным Ну не то чтобы объяснить Просто То есть Там вот эта работа Никакая научная Не прокатит Журнал ее не примет Или что Что сделают С такой работой Нужно правильно Маскироваться Ну то есть Идея в том Что у разных стран Разная Прошлая И разная степень Колониализма Присутствовала У тех или иных Как бы Что касается Там Соединенных Штатов Которые являются Крупнейшим центром Как бы По многим наукам Они первые Потому что Они активно развивают Свои институты Активно собирают Мозги со всего мира Там и так далее А по антропологии Мы что ли Нет И по антропологии Тоже это самая сильная школа И там большая часть грантов И гораздо проще Ну делать науку Часто проще там Это не всегда Гранты государственные Но часто какие-то фонды Но неважно Где есть деньги Ну да да Где есть деньги Где есть желание То есть есть вот это Как бы интересно Что люди-то в среднем Может быть И не так уж хорошо знают Чем там ученые занимаются Но в государстве Есть четкое представление О том что ученые Нам очень нужны И чем больше Тем лучше И наука пусть будет И прикладная И фундаментальная И чем больше исследований Тем круче Потому что Мы все помним Лизерфорда Пускай занимаются Своя фундаментальная наука Это рано или поздно Где-то там Быстрее Есть уникальность Этим истории Недавно было открыто Лекарство Я к сожалению Сейчас не приведу деталей Но в общем Мужик сидел на острове И изучал жуков И много лет И все такие Аха-ха Гик Дурак Ну все с ним понятно В общем какой-то Любит жуков человек А потом Открыл какое-то Вещество Случайно Изучая их образ жизни Которое оказалось Супер полезным Для лечения человеческих болезней Оказалось Что жуки тоже Не бестолковые Не бесполезные Наука в целом Вся полезна Рано или поздно В общем идея в том Что Из-за того Что в Америке Большие проблемы Когда-то у них Не было проблем А было рабовладение А теперь у них Рабовладения нет Проблемы Соответственно есть Обиженные люди Сегрегация общества И так далее Поэтому у них Ты не можешь делать Раз в исследовании И прямо об этом рассказывать Но там можно Всегда Если ты изучаешь Реально важную Прикладную тему Например Усвоение какого-то Лекарства Людьми разного Этнического происхождения Это называется То ты сможешь Ее продвинуть То есть у тебя будут Гранты У тебя будут средства И так далее Но ты не можешь Скажем так Довольно трудно Реконструировать Часто Историю заселения Америки И историю индейцев Потому что индейцы Это тоже люди Обиженные американцами Как бы так или иначе Они может быть Не так сейчас Страшно сегрегированы Зато они были Истребляемы На протяжении Пары сотен лет И это тоже довольно Такое тяжелое Прошлое получается И штука в том Что с нашей стороны С азиатской стороны Изучать заселение Америки Больше работ делается И интенсивно все это изучается И на черепах И на генах Чем в самой Америке Потому что там труднее Так сформулировать заявку Чтобы тебе Позволили изучать Нет Там тоже есть всегда Что сказать Очень хорошо Если ты сам индейец Вот тогда В общем изучать Присхождение индейцев Это твоя обязанность Можно сказать Да давай Но в целом Я к тому что Это получается Такая сложная И ну как бы Это на всем мире сказано Потому что наука Англоязычна Потому что Соединенные Штаты Супербольшой игрок Научный И ну это влияет На другие страны тоже И вот Давай еще один вопросик Маленький потом И вот по поводу Супербольших игроков Как в России С наукой обстоят дела Вот с твоей сейчас Ну там зарплата Не знаю Есть ли гранты Есть ли группы Научные большие И есть ли отток Ученых на запад В США Например Какие-то другие страны Или например Антропологи не едут в США А едут например В Китай Или во Францию Или куда-то еще Есть ли направления Приоритетные И как ты вот Смотришь на эту Условную утечку мозгов И вообще Были ли у тебя Желания Планы там И что-то еще Уехать куда-то на запад Там проводить науку А не здесь Ты задал вопрос И сам на него Предложил ответ Мне это Мне прямо понравилось Очень классно Ну ладно Нормально Мне кажется Что в России С наукой дела Обстоят не очень По сравнению С Советским Союзом Но при этом Есть некий подъем По сравнению С 90-ми годами То есть У нас был прям Провал На мой взгляд И у меня нет Статистических данных Тоже есть На самом деле Есть научный коммуникатор Который прямо Анализирует Такие массив данных Они бы лучше меня На это ответили Но с моей личной колокольни Еще раз На всякий случай Это мое мнение Как бы Сейчас лучше Чем было Там 10 или 20 лет назад Все-таки Есть некий рост Есть некие улучшения Хотя бывают Довольно спорные Разные реформы Науки в России Но в целом Все неплохо То есть Ученые есть Наука двигается У нас есть ученые С мировым именем У нас есть антропологи С мировым именем К сожалению Это не я Но например Александр Петрович Бужилова Активно работает с британцами С Таринкаусом И так далее Пишет статьи Попали в патологии Там все Европы И захватывая огромные куски России Потому что Придется тех же Ангитальцев Если обсуждать В России У нас их немного У нас они в Крыму И на Кавказе В основном Сейчас немножко Еще на Алтае появилось То есть Находок не так много Зато это разные дети Из них классно брать ДНК То есть В общем Изучать темпы роста Изучать стирание зубов Уровень стрессогенности И так далее Короче Это потому что информации много И что международная работа делается То есть Я не могу сказать Что антропология в России Там в страшном упадке Нет Все довольно неплохо Более того За счет того Что ведется Расследовательская деятельность Как вот сейчас Она прямо ведется Антропология Ну как бы Кафедра становится Более популярной То есть вообще На биофак Люди хорошо достаточно идут Потому что Ну кто-то и на опыт Потому что изучает Объективный мир Классный способ Чтобы стать антропологом Нужно на биологический факультет поступать В России Хизическим антропологом Чтобы стать Надо идти на биофак Да Ну еще антропологи Кстати Иногда получаются На эстфаках Из археологов Бывают археологи Которые не хотят Брать с собой антропологов Да Ну нет Они не хотят брать антропологов Они доучиваются сами И в принципе Есть какой-то такой Базовый набор Который тебе нужен Чтобы работать На интервале Там бронзовый век Незнакомый Там в жесткой области Теперь для этого Антропологии Нужно не так много И сдать несколько зачетов На биофаке Дополнительно все И пожалуйста работай Вот То есть я бы сказала Что все неплохо С одной стороны С другой стороны Глобально говоря По биологии Утечка мозгов есть Но что касается антропологии То она не особенно интенсивная Нас все-таки не так много Станислав Владимирович Надо говорить Что антропологов В нашей стране Меньше чем космонавтов Я не проверял эту фразу Но я подозреваю Что скорее всего Да Порядок Как бы будет разный Вот Ну тем не менее Как бы И из России Я бы не сказала Что антропологи Активно уезжают Ну Насколько я могу судить Потому что Как раз мы много Где пригождаемся Ну потому что Антрополог может пойти Работать в следственный комитет И возиться с лужицами Кровью, сперми Остатками костей Волос Всего такого Уделять ДНК То есть Наше образование Позволяет этим заниматься Вот у меня подруга Следователь есть Тоже Одногруппница Кроме друга Такой антрополог Криминалист Ну типа того Да Но опять же Еще мы пригождаемся Реконструировать лица По черепу То это наша Это прям наша делянка Она создана антропологами Еще и в Советском Союзе Прямо наследники И мы там активно Разрабатываем И в общем Это то Чем тоже То может быть полезен Если Какой-то Иван Грозного Создали Да Это герасимские штуки Вот С одной стороны Как бы С другой стороны Есть разные Ну как бы Антропологи Востребованы И как там Преподаватели Дополнительно К разным курсам В разных вузах То есть В принципе Есть чем заняться И статьи Есть о чем писать Но другое дело Что у нас в стране Либо ты прикрепляешься К археологам Если ты делаешь Фундаментальную Научную деятельность Какую-то Либо ты ездишь И изучаешь Как раз Разные этнические Закономерности Как люди формировались Где у кого Какие ферменты Адаптирующие их К тому или иному образу жизни Вот высокогорья Вот у тебя Амур Вот у тебя чукча Ну в общем Такие какие-то штуки Это Ну в Советском Союзе Было больше Сейчас тоже в принципе есть То есть Из антропологии Большого оттока мозгов нет В принципе Из биологии Да Некие заметные Вот с моего курса Биофаковского Да Заметно Есть отток Но я не вижу В этом ничего плохого Потому что Как бы Люди ищут где лучше И если Здесь твоя дисциплина Не очень востребована И не обеспечивает тебе Тот уровень жизни Который тебе нужен А за рубежом Все так То ну как бы Окей Я не вижу Я не вижу никаких проблем Потому что да Наука от этого не страдает И я не знаю Страдает ли от этого Россия Потому что Ну как бы Что получается Финансирование Нет На самом деле В принципе Какая разница Где открыли Пенициллин Ну антропологи Пенициллин Я имею в виду Вообще То есть Если изучают Какой-то вид человека Ну то есть В любом случае Так скажем Ученые всего мира Об этом узнают Другое дело То что это наверное Репутационный Скорее Вопрос Для страны Где делаются Открытия Вот все Вот значит Да Я с этим очень согласна Ну мне не кажется Что Россия Ну как бы Наше правительство Сильно озабочено тем Что у нас была репутация Открывателей Сейчас разных вещей Поэтому Ну мне так кажется Тут тоже Я как обыватель Сейчас говорю Ни как ученый Ни как там Специалист Никакой Чисто как обыватель Поэтому Как бы Для науки ущерба нет А Россия вроде Особенно не горит Быть в череде В топе 3 Открывателей Флагманов Биологии Или антропологии Или в чем-то И таком еще У нас химия очень крутая Известна Наши химики Они все еще Во всем мире Как у меня Советская школа Как хакеры Ценятся во всем мире Ну да Я думаю Просто у нас И сейчас куча Открытий по химии делается Они идут очень мимо людей То что они сложные То есть биология Обычно более все-таки Бытовая и понятная Это часто хоть что-то Понимаешь Тут открыли Новый вариант работы Терморецепторов Терморецепторы Чувствуют тепло кожей Хоть что-то тебе стало понятно А химик Когда свои заголовки Открытий пишут Реально мало людей Поняли Что было открыто Что случилось Химия вообще в школе Даже мало кто Там воспринимает Это правда Химия сложная Тяжкая Химия сложная Но я к тому Что у нас она очень крутая И Россия сейчас Российские химики Супер открыватели Мы там в топах Мы немного отошли от темы От антропологии в целом Я хочу вернуться К исторической нашей теме Мы примерно поняли Как развивалось человечество Как вид Но мы же развивались Не в одиночку У нас были братья Двоюрные братья То есть тоже человеческий вид С которыми мы конкурировали Вот что про них Вот известно То есть из того Что я и знаю То что неандерталец Это не наш предок Это скорее наш двоюрный брат Которого мы возможно съели А возможно и нет Мы никого не ели В нижний раз Мы только в Новой Гвине И сорвались немножечко И там Расскажи Расскажи пожалуйста Про другие виды С которыми мы либо конкурировали Либо То есть как вообще Их судьба обошлась Кто кроме нас Вообще Человек разумного Еще был Ну Есть Я так мнусь Потому что Есть разные Антопологические версии Сколько было видов людей И можно ли считать Неандертальцы другим видом И так далее Так ты просто уточни про это И все Хорошо Вот я уточнила Хорошо Значит если мы говорим Про последние там 100 тысяч лет То у нас пока что Есть три потенциальных человечества Это мы кроманьонцы Неандертальцы Денисовцы Все названия По первому месту находки То есть Дальний реки Няндер Крот Маньон Ну и Денисовая пещера Понятно Вот Денисский человек Открыт буквально по генам То есть это модельный человек Мы пока его Пока очень мало находок Вот есть одна тибетская Видимо челюсть Которая судя по всему Тоже Денисовская Может быть Сейчас музейщики По закровам потрясут И какие-то находки Окажутся тоже Денисовскими Но пока что это вид Который открыт очень модельно Денисовцы по-моему По одной фаланге пальцы Ну нет Там еще и зубы Там еще и кусочек стопы То есть у нас сделали Там обломков-то нашли В итоге несколько Со временем Но ДНК выделили Как правильно Такой сейчас фаланги Вот И фаланга пока кстати Не возвращалась в Россию Она как уехала Так там И лежит Как музейщик я негодую Потому что мне Ну да Правила хранения должны быть Соблюдаться должны Находки лежат тем странам Где они делаются И они не должны кататься Ученые должны кататься Ученые живые Пусть они катаются Находки мертвые Пусть лежат на месте Можно сделать копию Можно отправить 3D модель Это опять Немного другая тема Ну не знаю Нет Это про нашу работу Это про антропологию В общем Я пытаюсь сказать Что были Денисцы Видимо Судя по всему Как мы считаем Последние несколько лет Были неандертальцы Абсолютно точно Многочисленные В основном европейские Немножко ближневосточные Ну и вот Далтая Как бы они протягиваются В довольно северных регионах Явных южнее В субтропике Тропике В комфортную Для обезьян зону Не пускались Прямоходящие Или потом наши предки Но у нас были Сильно разные Культурные как раз Адаптации То что мы делали Луки и стрелы И научились убивать Людей с расстояния Вот Это было И активно Ты про кроманьонцев Да Про кроманьонцев Что позволило нам Расселиться А другие придерживались Традиционной для человека История Что ты один раз придумал Кто-то у вас родился Такой талантливый Гениальный И придумал Какие-то орудия Туда немножко Нового типа Неандертальцев Культуры Называется Мустье Ну еще Иногда выделят Еще одну Револуа А вообще Обычный Мустье Есть несколько Типов наконечников Характерных Появляются Те самые составные Топоры Из двух деталей И копия У неандертальцев Да У неандертальцев А у них первые Ну то есть Известно вообще У кого первые У нас пока У неандертальцев Все первые У них захоронения Первые У них копии Первые У них тотемы Первые Но это потому Что их легко искать Мы ищем Там где светит фонарь Свои ключи Неандертальцы Жили на территории Европы На территории Европы Ученые раскопки Проводят уже очень долго Реально все 150 лет А когда уходишь В какие-то Более сложные Для изучения регионы Куда долго ехать Где местное население Может быть недовольное Твоим приездом И так далее Там мы находок не делаем Нам там искать трудно Поэтому неандертальцы Супер хорошо изучены Людей Но не потому что Он какой-то был Супер многочисленный Или супер великим Тут больше ученых Тут больше ученых И тут же удобно искать То есть это Как бы стечение обстоятельств И поэтому то Что у меня иандертальские Находим захоронения Старше наших Старше 100 тысяч лет А для нашего вида До 50-60 тысяч лет Ну потому что Как бы находим Там где жили иандертальцы То есть нам просто Их проще найти Я думаю что рано или поздно Окажется что мы Не позже чем Они придумали Те же штуки Ну примерно я думаю Что в одно и то же время Происходит это созревание Когда тебе начинают Хотеть сохранить Своих мертвецов А не просто их бросать В общем в диком Каком-то месте А вот эти раскопки Мы находим людей Все время Древнее и древнее Вот есть же там серия По-моему в футураме Где там они искали Предка человека Там вот еще самый Как это Звено Это переход Это там Ученые обезьяны Говорят Предоставьте мне доказательства Что вот мы произошли Вот сейчас есть это доказательство Или еще пока ищем У нас Переходного звена Никакого не существует Потому что переходных звеньев Очень много И изменения очень плавные Собственно откуда У нас проблема Что мы не знаем Как отмерять виды Как в прошлом провести границу Потому что у тебя Все изменяется очень постепенно Рост понемножку Как бы Ну у тебя есть Какой-то диапазон ростов У тебя есть астралопитеки Они там метр тридцать Метра сорок примерно У тебя есть там Прямоходящие люди Они в среднем Там метр пятьдесят Метр шестьдесят Но есть высокие Есть мальчика с турканы Который был там Под метр восемьдесят Вот один вот такой высокий Все остальные И у тебя к настоящему времени Вот они становятся Все выше и выше И средний этот разброс Он становится больше Ну где тебе проведет границу Или размер мозга Тоже он постепенно растет Ну где ты проведешь Вот жесткую границу 600 кубиков обезьяны 600 кубик это человек Не получится Потому что Ну ты смотришь на способности На культуру На то что умел делать И собственно Поэтому человека отделили Вообще рот человек По орудиям А не по мозгу Не по ногам И не по рукам Даже не по речевому аппарату Нет Речевой аппарат Это вообще наш вид А не рот Ну и то Скорее всего В каком-то формате Речь скорее всего Не на детали Суединистов тоже была То есть это не видовое Наше свойство вероятно А просто Люди как бы Достаточно к этому подошли Чтобы коммуницировать Чуть сложнее чем раньше Потом стали делать это очень сложно Ну вот Только орудия труда Мы перешли К тому роду Человека И сейчас Ими являемся Получается Только Только благодаря этому Мы можем отличить Человека от обезьяны Грубо говоря Строго говоря да От последних Прямоходящих обезьян Первые люди умелые Рисунки те же самые Наскальные Ну это еще очень не скоро Нет Нужно понимать Что очень долго Вообще Это кстати Началось с самого начала Типа три вещи Которые я бы хотела Чтобы все люди знали Из антропологии И все такое Идея в том Что мы очень долго Были обезьяны Люди сейчас Часто ими не считают Хотя все еще ими являются Но у нас правда Сложная культура И сложный образ жизни Я с этим согласна Гораздо сложнее Чем можно себе представить Для природы Но принципиально Что очень долго Это были просто обезьяны Просто древесные обезьяны Потом не стали наземные Потом не стали двуногие Саванные наземные обезьяны И это были просто обезьяны С обезьянной головой С большими челюстями С очень просто устроенными группами Это всегда Супер-супер-супер-супер Обезьянная история Это прям Блиц-антропология Да Потом Те же супер-обезьяны Которые абсолютно обезьяне Стали Не похожи на людей Хотя не сорян Свою двуногость Шимпанзе тоже может пройтись Немножко на двух ногах Он не выглядит в этот момент Как человек Начали делать орудия труда И хотя ученые говорят Все Все человек Отсюда мы отмеряем его Это человек Все Но если человек мог бы Посмотреть на умелых людей Он бы не сказал что ли Он сказал Это реально обезьяна Страшная траглодит Они вообще не похожи на людей У них маленькие мозги Огромные челюсти Они себя дико совершенно ведут Они заняты только выживанием Они живут только в Африке В случае умелых людей В общем Какие же это люди Дальше у нас орудия Трудоусложняются Мозги растут Трудовая кисть Есть такая боль Немножко сложная Но принципиально Люди живут так же Как охотники-собиратели Зависит от природы И они Все еще Ну Они умеренно Человекообразно Человеку прямоходящего Наверное уже Многие бы современные люди Встретив Как бы в живую Сказали бы Это наверное древний человек То есть не просто обезьяна Какая-то двуногая А это наверное Уже древний человек Он уже очень человекоподобный Но чтобы вот они Ты нарядил его в костюм Он выглядел Сидел спокойно Как современный человек И еще умел себя как-то вести Хоть что-то делать Из того, что мы умеем Это вот последние 130 тысяч лет И до этого Миллионы лет Это обезьяне Все абсолютная история И люди это игнорируют Им кажется Что они сразу Как-то из природы вышли Как Венера Да, Дарвин Наверное виноват А, там точнее Труд из обезьяны Сделал человека Даже Энгельс Вот в этом плане Но это в каком-то смысле Правда Мы человека отмеряем Там, где труд начинается Мы говорим Это обезьяны двуногие А потом Эти двуногие обезьяны Называются люди Мы говорим Ну так да Вот Наверное в завершении Ты хочешь Сказать еще Ну у нас еще время есть Есть Ну давай потом Я еще Пытаюсь Я Ты все время Пытаешься увести С темы Про которые хочу поговорить Какая тема Ну давай Ну вот Я пытаюсь Разобраться Как Жили древние люди С кем мы конкурировали И почему Кроме нас Никого не осталось И ты Уводишься Хорошо У меня есть У меня есть комментарий Это Я так Потому что не ответил На этот вопрос Катурами задал А я ушла в одно Отступление Потом в другое Отступление И так далее Во-первых А вторых У тебя еще был комментарий Классный Про войну Он был уже Какой-то время назад Такой беседе Вот Но я тогда Я не смогу Комментировать То что вопрос Другое А сейчас Вот наконец Наверно Можно высказаться Древние люди Вообще Особо не воевали Вообще Представление Обезьяны Имеют свою Агрессивность Независимо С того Как в группе Нужно понимать Что Агрессия Это то Что вид Проявляет внутри вида Потому что Если ты хищник И ты убиваешь добычу Агрессии в этом нет Это разные пищевые инстинкты То есть Агрессивность Это именно разборки Со своим видом Своими представителями Внутри группы Или внутри вида Если бы две группы Встретились У вас там Какие-то неприятности Это первое Что нужно понимать Второе Агрессия Свойственна Всем животным Тем более Млекопитающим Да Она у них есть В том или ином формате Чем более Высокоразвит Млекопитающий Тем лучше Он со своей агрессией Умеет обращаться В принципе То есть Волки Когда турнир У них за самку происходит Стараются друг друга Не укусить даже Не только не порвать Они ведут себя очень страшно Они там Надуваются Щерят зубы И так далее Они ведут себя очень агрессивно Но у них нет задачи Травмировать другого Своей агрессией Тем более Ее обычно не стоит Но есть виды Для которых Свойственны И внутривидовые Войны Как ты правильно заметил И в том числе Человекообразных визьян Мы это видим И только у людей И как бы Очень жесткая конкуренция Которая иногда приводит К убийствам внутри вида Что вообще для биологии странно Типа убивать представителей Своего вида Значит ограничивать Поток подобных Твоим генам Генов Которые придаются дальше По идее Ты должен хотеть Не только своего Процветания своих потомков Но и потомков близких родственников Потому что гены у вас одинаковые И потомков тех Когда я забочусь Среди любых своих подруг Я в том числе Не то что Продуктивный успех улучшаю Но с точки зрения гена Я делаю все правильно Потому что Те дети Которые вырастут Остают своих детей Они на меня сильно похожи Хотя я ими не родственник Ровный Напрямую Но наши с ними общие предки Жили на земле В пределах последних Двух-трех тысяч лет Скорее всего Потому что мы все С восточной европейской равнины Поэтому В принципе Я все равно способствую Передаче своей гены вперед Хотя это вообще Даже не мои родственники Я там не о племяшке Для эволюции Очень странная идея То есть она Ну как нездоровая Можно сказать что ли Нормально убивать Представителей других видов Это окей Своего вида Довольно странно Однако Мы видим это У разных плекопитающих Не только у человека Когда появляется Собственно скучность населения То есть мы например Самый высокий уровень Внутривидовых убийств В природе Не у людей Несмотря на все Что на количество Это очень странно На живых разборах по пьяни Которые мы встречаем И мировые войны Несмотря на все эти вещи Самый высокий уровень Внутривидовых У нас Мировая война Унесла много жизней Но только людей На земле было много То есть процентно Это другие Все равно цифры Не такие насели Значительно Как нам кажется Когда мы читаем Новости утренние Самый высокий уровень Внутривидовых убийств Сейчас зафиксирован И у сурикатов У миленьких Симпатичных сурикатов Которые мы сидим В зоопарках Насели-то во-первых Довольно страшные хищники Но это как и ежики На самом деле И долгопят Но не важно Важно что они живут Очень скучно В подземных условиях В подземных норах Часть времени проводят На поверхности Но много времени Не только в муравейниках А еще и в подземных То есть Ну вообще Комфорт очень низкий Скоро мы туда тоже перейдем Посмотрим Я надеюсь Как-то по-другому решится Ну в общем Да Идея в том Что у них тоже У них уровень агрессии Высокий Он трудно контролируется Приводит к убийству И что касается людей То вообще На костях древних людей Мы очень долго Не встречаем никогда Следов чужого Человеческого вмешательства То есть Ни следов убийства Ни следов Что своего костей Вот мясо срезали Вот до неандертальца До каннибализма Есть ощущение Что люди жили Маленькими группами На больших пространствах Они мало встречались И скорее всего Если встречались У них не была Первая реакция агрессивной Наоборот Они могли покоммуницировать Там женщинам Обменяться Еще что-то сделать Скорее всего Война появилась Не так давно В смысле война Когда ты прям идешь Убивать других людей У тебя прям задача Что-то такое Никуда брать Наверное Ну то есть Если поначалу Видимо это Была как минимум Борьба за ресурс Условный какой-то За лучшее место стоянки За самок И так далее За самок да Считается что Все первые войны Были из-за женщин Потому что Женщины часто умирали При родах Из-за того Как у нас Таса голова И что это был Самый дорогой И невосполнимый И необходимый ресурс Потому что Земли всем хватало И еды всем хватало И стоянку ты найдешь Где сделать Народу реально было Ну в пределах Там 100 тысяч 300 тысяч людей На всей планете Вам хватит места Всем абсолютно точно А женщины все время умирают И если у тебя Ребенок умирает при родах Это грустно Но через год будет новый А если женщина умирает при родах То следующая женщина Будет лет через 14 В хорошем случае Если родится И поэтому Это считается Ну как бы антропологи Считают что первые войны Скорее всего Начались 300-100 тоже Тысяч лет назад И скорее всего Были за женщин То есть мозги уже Как у нас Тас уже Как у нас Есть проблемы с роженицами И скорее всего Это было то Что тебе Если тебе это не хотят отдавать То есть смысл взять силы То есть не жалко Убить сколько-то мужчин За то Что у тебя в племени Были женщины Вот Но потом С появлением Соответственно С аналитической революцией 10 тысяч лет назад Земледелие-скотовод Сельское хозяйство Какое-то примитивное У нас появляется Второй ресурс За который смысл воевать Это территория Это те земли Где ты можешь что-то выращивать Потому что Это уже не любая земля Если ты охотник-собиратель Тебе более-менее Любые леса годятся Если ты земледелец Или скотовод У тебя есть требования К тому Где ты хочешь жить И Тут появляются воины Как бы нового порядка Ну и те С которыми по сути мы знакомы Потому что воины Исторические Чаще всего Это воины территориального характера Не знаю Мне кажется Территориальный фактор Может и более За ресурсы За территорию Ну Это Кроме женщин Территория Как бы тоже очень важна Даже у Я не знаю Самых разных видов животных Я не знаю У тех же самых Волков Ну то есть Очень жесткая Борьба за территорию Это Потому что И там ресурсы Да То есть Это как бы ресурс В любом случае Наверное Какую-то роль играл Но я имел в виду То что наверное Более распространено Это стало Ну во-первых Просто с ростом Населения На планете А во-вторых Оружие Наверное Да Уже после того Как оседлый образ жизни Видимо начался И уже появились Какие-то более Сложные социальные конструкции Как религия Политика И так далее О да То есть Столько войск Идеологическое наполнение В общем Так скажем Какое-то Различие Между людьми Появилось Давай Подытожим Последний Так скажем Вопрос Какие последние Исследования Открытия В области Антропологии За последние годы Например делаются Вот Одно из того Что я читал Буквально на днях То что Сейчас Из-за того Что тает Очень много льдов Находит Безумное количество И людей Погибших Во льдах И остатков Стоянок И так далее Нашли Несколько лет назад Лыжу Сейчас Просматривали Спутниковые снимки Того же региона Увидели То что Снег там растаял Приехала группа Обнаружила Вторую лыжу То есть Одну пару Составила И это Очень круто И говорит О том Что Тысяча лет назад Были уже Лыжи у людей Это Прям офигенно То есть Есть какие-то Тоже Исследования Открытия Ну и в дополнение В завершение Нерешенные проблемы Антропологии Извинение Я вроде Задал вопрос Рома Да Я буду пока отвечать Сейчас Если что Да Значит Про лыжи Мы кстати Давно знаем Что это Очень древняя штука Хотя мы сами Лыжи не находили Зато в петроглифах Лыжи уже много Тысяч лет известны То есть Мы знаем Что люди на лыжи Ходят очень давно Это в петроглифах На рисунках Да На Белом море Гравировки Там Несколько тысяч лет Шесть-восемь И там люди на лыжах Загружены Прям за ним Лыжня тянется Сам человечек На двух лыжах И за лосем идет А от лося Вот так вот следы То есть Прикольно Снег Да-да То есть я к тому Что еще мы в советское время Знали Что лыжи старенькие Прям давно существуют Но приятно найти Физические лыжи Это правда Вот А еще приятнее будет Найти мумию Человека Который на этих лыжах Погиб Вот это вообще Блин толщик Будет свой эццей Подобные Там ледяные люди Вот эти замороженные Да Ну просто они очень Точечетки находки Людей То есть мы Кучу разных Мамонтовых фаун Находим в болотах Мумифицирован Это правда Ее много-много Разные И там Львяты Мамонтят Вообще Кого угодно А люди Это редкость Такие находки Есть Действительно Ну вот ради ЭЦИ, ради этого льдового человека сделали специальный институт, у него свой институт собственный, который полный разных учёных, химик. Расскажи вот как раз про этот старт, потому что я думаю, очень многие зрители просто не знают про это. Сейчас я боюсь, что это напутано. Мне кажется, в Швейцарии была обнаружена мумия человека, которому тоже там по 6 тысяч лет, то есть он умер примерно в это время, и оказался захоронен в болоте. Болото — это классное место для смерти, если вы хотите достаться учёному будущего, потому что там живут молочнокислые бактерии. Которые консервируют то, что попадает. То есть они не дают другим бактериям разложения, гниения, разлагать ткани. Да, они участвуют в мумификации. И человек там ещё, и он так ещё удачно обледенел, поэтому сохранился хорошо. Когда учёного нашли, они ликовали, потому что у тебя есть человек в одежде, с зубами, глазами. Ну глаза там почти никакие, но очень теми, с волосами. И ты видишь, какого у него цвета кожи и волосы, ты можешь проверить свои генетические исследования, как мы это определяем сейчас по генам. Набор 35 генов системы Хайрис. Можно проверить это на древнем человеке, какие данные ты получил, какие данные ты видишь своими глазами. И ради него создали немецко-швейцарско ещё одна участница страна. Я что-то сомневаюсь, мне кажется, и не Бельгия, и не Франция, что ещё кто-то. В общем, наверное, собрали большой институт, в котором учёные из разных областей работают. Там есть и судебные криминалисты, разные судные эксперты, потому что, ну, это не Костя. Это человек, он мумифицирован, он обезвоженный весь, но у нас есть его ткани, их можно изучать. То есть можно изучать его болезни на мягких тканях. Номер естественным способом, потому что я слышал тоже про такие находки. Там буквально пару лет назад я тоже читал историю, что человек нашли в айдак. Полоте нашли, да, естественно. И человек там с ранением от стрелы, по-моему, был или что-то такое. Да, у этого тоже стрела есть. Ну, то есть, судя по всему, тоже застрели, причём с холма. Там траекторию стрелы тоже восстановили. Может быть, я про это и читал. Криминалисты, да. Как-то так. Да, для него понятно, от чего он умер. Это, кстати, тоже интересно, потому что на Костях не всегда есть следы смерти. Мумии в этом смысле часто поинформативнее. Ну, в общем, я к тому, что пока таких находок мало, конечно, хотелось бы больше. А что касается вообще находок последних лет, ну, есть две области, где вот с антропологией вообще открытия. Первое — это нашли что-то очень крутое, как хомона леди, как флорезский человек, как вот сейчас Бодоэнсиса нашли. Это что это такое? Сеть название. Это всё какие-то виды древних людей, чаще всего они какие-то изоляты. То есть это не наши предки непосредственно, это как раз как антропология Дениса, боковые веточки, которые были и кончились. Вот хомона леди — человек утренней звезды. И это 200-300 тысяч лет назад в Африке жили супер мелкого размера люди. Не совсем как пигмеи, но, в общем, такие пропорционально не похожие на нас, маленькие. При этом они жили не на острове. На острове понятно, как вот флорезский человек. Понятно, почему он там маленький. Остров давит сам, на тебя большим быть невыгодно. А тут на континенте. И в одной пещере там больше полутора тысяч костей, много индивидов сразу. То есть такое ощущение, что туда скидывали, что это тоже такое, ну не то, что погребение, но погребальная практика, что мы всех предвестов утилизируем в одном месте, там у нас армия работна. Как-то так. То есть это одна сторона находок, да, что мы можем всё ещё найти кого-то такого древнего в хорошем и правильном месте. А другая сторона находок — это методы датирования физически-химически, новые, разные, связанные с термальными эссенцией, оптикой эссенцией, магнитными разными явлениями, как у тебя в кристаллах кварца, который лежит рядом с костями, электроны, в каком положении стоят в узлах кристаллической решётки. — Получается, когда уже фундаментальная наука сложная, там физика, химия, помогают расследовать, по сути, события тысячи лет назад. — Да, да, абсолютно так. Но штука в том, что антропология — это важно. То есть я не могу это присвоить себе и сказать, что мы антропологи это открыли. Нет, эти методы создают фундаментальные учёные из физики, химии, геологии. Но они очень помогают нам в итоге. То есть они работают на нас очень хорошо. Вот, такие две области. — А что вот, ну то есть, окей, хом на леди, потом ты сказала… — Флореский человек сказал. — Флореский — это вот вид, который лежит на острове. — Да, да, да. — И ещё какой-то. — И Бадаэнсис, я сказала, это просто последнюю неделю у меня новости им кишат. Вышла публикация, что нашли человека, который… Ну, ой, с ним пока непонятно, что он там претендует на новое человечество или что такое. Но, в общем, ещё один африканский человек, который пока не вписывается в существующие классификации. И, в общем, непонятно, будет ли он считаться нашим предком. Ученикин-то изолятам. — А датировки какие-то уже существуют. — Что с ним будет? Слушай, да, но я пока, если честно, не могу сказать. То есть я пока их не проверить хотя бы 3-4 команды. А то, знаешь, мы тоже когда на леди нашли… — Мы же не научные статьи пишем, а какой я просто… — Последние сотни тысяч лет. Просто когда на леди нашли, тоже там Бергер сказал, что, наверное, 2 миллиона, это наши предки. Оказалось, 200 тысяч это изоляты. И это более вероятность, как бы, высшая вероятность найти такой изолят и свежую датировку, чем что-то супердревнее и неожиданное вообще, в принципе, математически. Ну, я к тому, что я не считаю… Ну, Денисовцы, кстати, крутая. И крутая находка, крутая пещера, археология очень крутая. — А про них, кроме вот пары костей, что-то известно? — Да, у них был обмен веществ, хорошо адаптированные к высокогорному образу жизни. И у них есть современные… Ну, не то, что потомки, они дали примесь к современным папуасам-меланезийцам разным, к жителям остров Меланезии. О них известно, что у них было немножко другое насыщение кровью кислородом. Ну, собственно, тоже адаптация к высокогорью, то есть получше, чем у людей сейчас в среднем. Хотя у тибетцев похоже, но образовавшаяся эволюция независима, судя по всему. Вот, как-то так. И знаем, что у них была довольно интересная культура, потому что у них были не совсем неандертальские орудия, а всё-таки немножко на свой лад. — А, нашли их ещё орудия какие-то? — Да, да, для Денисовцев, да. Но вообще Денисову пещеру изначально открыли как пещеру кроманьонцев, людей, которые жили там последние 30 тысяч лет. И там Денисовой пещере, ну, Ран давно гордится, в принципе, с 80-х годов точно, может быть, 70-х, потому что там есть находки костяных иголок костей, там есть разные браслеты и украшения, очень гладкие, вырезанные из камня сложным способом. То есть ей, в принципе, давно уже гордились археологи, а потом ещё начали находить кости и снимать более глубокие слои. Нашли кости кроманьонцев, нашли немножко кости неандертальцев, потом нашли кости Денисов, которые вот нашли зуб Денисов, и такие, блин, это ни на что не похоже. Это зуб больше человеческого, но не такой, как у неандертальцев, другие гребешки. Такие, бог знает. Потом нашли фалангу выделили ДНК, говорят, да, у нас тут новый вид. То есть эта пещера, она как бы всё приносит и приносит, как такой нечерпаемый источник. Хотя на самом деле она выглядит довольно, ну, не то, что тоскливо, в общем, это не то, что это выглядит, как какое-то супер крутое место, но при этом она оказалась в своём роде золотой жилой, потому что люди много раз там жили на протяжении последних 250 тысяч лет. И там куча следов разной нашей истории. И вот сейчас последние исследования, которые там делаются, тоже, кстати, в копилку таких открытий антропологических, там исследуется ДНК, выделенная из разных слоёв почвы. И мы видим неандертальское присутствие там, где неандертальских костей нет, что неандертальцы были там ещё раньше, чем мы думали, приходили. Метиссировали с Денисовым, скорее всего, что-то там такое происходило. То, что метиссировались, мы точно знаем, потому что кусок стопы — это потомок Денисовского неандертальского человека, собственно, прямой, первый. То есть мы знаем, что они гибридизировались. То есть это ребёнок-пары? Это взрослая женщина, да, ребёнок-пары. Как бы из двух разных видов или подвидов человека, смотря, как мы их категоризируем. И это круто, что мы можем отслеживать присутствие тех или иных видов людей по почве даже. То есть если мы знаем, что они здесь жили, мы нашли их орудия, но костей не нашли. А как гены в земле можно найти? Там делается такой большой срез. Вообще вирусологи уже давно пользуются этой методикой. Вот антропологам её не так давно начали предлагать использовать. Что ты уделяешь всё от ДНК, дальше отсекаешь всякие вещи разной почвенной фауны. Ну, справа, всю бактериальную ДНК, во-первых, всю отсеешь целиком, потому что она тебя, в принципе, не очень интересует. Ищешь, в общем, то, чего там быть не должно, по сути. Ну, типа ты сперва выкидываешь всё, что точно имеет к человеку отношения, и то, что остаётся, ты следуешь, какие аллели у тебя там есть человеческие. Потому что есть характерные гены, которых нет… Ну, есть других человекообразных обезьян, но на Алтае им больше неоткуда взяться, кроме как людей. И ты можешь анализировать их. И пока ты видишь, ты не знаешь ни сколько людей жило, ни какие они были, может быть, немного знаешь об их культуре. Но то, что они здесь точно были 200 тысяч лет назад, это сказать можешь. То есть неандертальцы сюда доходили, и они делали это раньше, чем мы думали. Не 70 тысяч лет назад, а вот 200 уже делали в таком духе. Это пока приятное исследование, оно супер детективное, то есть оно тебе говорит только, что здесь кто-то был и трогал эту лазу рукой. Всё, больше ничего, но всё равно как бы… Вот, и последний самый вопрос просто. Чего ты… или у тебя есть? Нет, я уже… Нет, давай. В принципе, ты уже начал эту тему раскручивать. Не, я хочу вопрос завершить. Рома, давай вопросом, мне кажется, что больше вопросов вы говорили. Можно напоследок на твой отвечу? А, ну окей, если уже гость говорит, что тебе было больше, я только рад. Просто хочется понять, чего в ближайшие годы… Ну то есть есть ли что-то прям такое вау в научной среде, а чего антропологи ждут каких-нибудь открытий? Я, в принципе, этот вопрос хотел задать. Вот что-то, чего ждёт антропологическая наука в ближайшие годы? Я не вижу предпосылок ни для каких вау. То есть всё, что я вижу, что антропологам нужно очень много монотонно трудиться, чтобы, ну и этого они хотят, по большому счёту, чтобы не было идей переходного звена, чтобы у тебя, ну на каждые, не знаю, 50-100 тысяч лет была какая-то либо находка, либо, ну какие-то свидетельства жизни людей, чтобы история была гладкой. Когда у человека историю читаешь, там события тут одно за другим, да, мы точно знаем тысячу, тысячный год, тысячу первый, тысячу второй, по месяцам часто знаем разбивку, что когда кто принял, кто куда пошёл. Поднял иногда, да, некоторые важные моменты. Вот хотелось бы для человечества доисторического иметь разбивку, ну не с такой детализацией, не по дням, конечно, или годам, ну по десяткам тысяч лет. Это будет, в принципе, вполне достаточно, вот, на мой взгляд. Я думаю, что многие антропологи хотят, чтобы мы нашли максимальное число вот этих изолированных видов, которые жили параллельно с людьми, но мне это, наверное, кажется интересно, мне кажется, это неважно. Никаких уроков они для нас уже не несут, скажем так. Нет, ну какая разница, это если открыли новый вид, то человека, ну это вообще обалдеть, это же, считай, ты изучаешь… Пополнили. Ну то есть нет, ведь изучение не нас, а того, ну условно, очень, кем мы могли бы быть, то есть параллельно какая-то ветвь, как она развивалась, и, соответственно, сделать выводы, почему она вымерла. Это размышление хорошее, но оно как у классического зоолога. Вот зоологи считают, что мы должны знать все виды, какие есть, и все виды, какие были, каких можно дорваться. Потому что это очень важно, знать вот эти вот количественные варианты и кто в какую сторону эволюционировал, то есть куда кто укатывался. На мой взгляд, я не склонна так к зоологии, мне больше нравится эволюционизм, ну то есть как бы не ученые зоологии, ученые эволюционисты, для которых, в принципе, если какой-то набор адаптаций оказался недостаточно хорошим, чтобы дожить до наших дней, то, в общем, так ли важно его изучать? Нет, я не как зоолог, потому что я не зоолог, я скорее фанат что-то, ну так сказать, фанат науки в какой-то степени. Для меня это правда. Мне просто кажется, что очень круто знать то, чего никто до этого не знал, и неважно, о чем это. Понимаю. У меня не такой вопрос, а мне это примерно, как изучать прототипы, не знаю, смартфонов, которые там не получились, он не работает в итоге. Но он не работает, зачем мне, да, там какие-то есть ошибки, но они поправлены, у меня есть работающая версия. Я лучше разберусь, как он работает, чем изучу 40 попыток, которые не смогли. Что лучше айфон или андроид? Мне кажется, если антрополог это сказал, извини, Игорь. А андроид более… Все, все, мы не рекомендовали, сонируют более качественно. Спасибо, что сегодня пришла. Да, мне кажется, очень здорово было Италия. Да, спасибо вам большое.